Главная задача программы, чтобы на селе жилось комфортно. Она реализуется в нескольких направлениях. Так, за 2020 год республика успешно освоила более 470 миллионов рублей. В числе ключевых задач – привлечение молодых кадров и развитие инженерной и социальной инфраструктуры и строительства жилья. Это все делается для того, чтобы привлечь высококвалицированных кадров. 15 участникам государственной программы по улучшению жилищных условий граждан участвовали у нас. На общую сумму 11,6 миллионов рублей было освоено. Значит, это то, что касается по жилью. То есть это люди, специалисты улучшили свои жилищные условия. Также в числе наиболее масштабных проектов прошлого года – очистные сооружения, водопроводы, спортплощадки, ремонт домокультуры, спорткомплекса, оборудованный для амбулатории. А в деревне Тлачик построили этнический центр шорсткой культуры. Почти 130 миллионов рублей было выделено на строительство дороги. В 2021 году это будет продолжено. На сегодняшний день мы принимаем заявки от муниципальных образований на тех людей или семьи, которые нуждаются в улучшении своего жилья. В рамках соглашения с федеральным ведомством до конца года будет построено 74 дома. Новоселье отпразднуют 124 участника программы. Всего в 2021 году средств запланировано 465 миллионов рублей. Из них почти 400. Федеральный бюджет, чуть более 4 – республиканский. Почти 50 миллионов вложат в развитие села-муниципалы. Присоединились и частные инвесторы. Они добавят более 11 миллионов рублей. Направления остались прежними – образование, социальная сфера, дорожная инфраструктура. Программа рассчитана до 2024 года. На сегодняшний день предварительные заявки по 2022 и 2023 году сформированы и направлены в Минсельхоз России. То есть 34 вот эти наши заявки на общую сумму порядка 11,5 миллиардов рублей. У нас на сегодняшний день сформирован еще и резерв проектов, условно отобранные проекты, которые могут участвовать в этой программе. Шансов у резервных проектов много. Федеральный Минсельхоз темп реализации программы в Хакасии оценил. Все объекты были выполнены вовремя и качественно. Тем временем в Минфине России в этом году рассматривается вопрос об увеличении объемов финансирования программы. По предварительным данным около 150 миллиардов рублей могут быть выделены дополнительно на ее реализацию.